По жизненную пенсию раз в год им выплачивалось 154 золотых рубля. По тем временам это огромное состояние. Персональная пенсия от царя из его казны, это был вообще нонсенс. Это было первый раз в истории Москвы. Так что Иван Грозный отблагодарил вдову своего соратника, как только мог. Ну и заказал, конечно, поминальные молитвы на огромную сумму. Так что воздал всевозможные почести по тем временам. Но, к сожалению, Ливонская война кончилась безрезультатно. Выход на Балтику Московия получат только при Петре I, после окончания Шведской войны. Очередной из бесконечных войн со Швецией. Чуть позже наступает смутное время. Борис Гудунов снова призывает. Да, при набеге Давлет-Гирея I, Слобода в Наривке была разграблена. Большинство ее жителей было уничтожено. А теперь мы уже попадаем с вами во времена после Ивана Грозного. Да, смутное время. Борис Гудунов также привечал иностранцев. Он знал, что иностранцы умнее и квалифицированнее, чем наши местные русские. И потом, в общем, мировоззрение западных людей отличается от нашего с вами мировоззрения. Не будем говорить в лучшую или в лучшую сторону. Просто отличается. Мы, в общем-то, разные. Но тем не менее, нужно были специалисты, чтобы встать с колен, нужно получить пинок. Иностранцы всегда воспринимались именно в качестве этого самого пинка, чтобы встать с колен. Так что Борис Гудунов снова приглашает иностранцев. Но, к сожалению, польско-шведская литовская интервенция, это 1610-12 года, смутное время. Дмитрий II разоряет немецкую слободу. Она, к слову, уже располагается где-то в этом месте. Уже, может быть, еще пока не такая большая, как последний вариант. Да, но уже примерно здесь селятся иностранцы. Чуть позже выходит указ о том, чтобы иностранцы продали себе свои дома, продали свои вещи местным русским, потому что слишком уж иностранцы богатеют. Так что Слободу так и юридически ликвидируют, скажем так. Иностранцев по всей Москве распределяют по-одиночке. А уже при Алексею Михайловичу Романове, прозвище Тишайшего, это уже новая династия, после смутного времени Романовы пришли к власти, да? Алексей Михайлович снова видит, что России нужно дать очередного пинка, чтобы она встала с колена, поэтому снова приглашает иностранцев, и они уже расселяются компактно. Примерно на этом месте место кажется достаточно удобным, потому что оно более-менее за городом, чтобы иностранцы не смешивались, да, лютеране, допустим. Вопросы веры в те времена были весьма жесткими. Иностранцы с иностранной верой не должны были смущать ее место хорусских православных, потому что там какие-то другие варианты есть, да? Церковные попы очень ярко следят за тем, чтобы у них не отобрали свой кусок пирога, что называется. Потому что пастуа — это всегда пожертвование, пожертвование на храм и прочее, прочее, прочее. Вот. Так что при Алексея Михайловича слобода расцветает потихонечку, и мы уже подходим к временам Петра Первого, во времена которого немецкая слобода, конечно, получает огромное развитие, становится огромным, маленьким, небольшим городом, спутником Москвы, да, небольшой иноземный район. Здесь даже разрешается поставить две лютеранские кирхи святого Михаила вот здесь, в Старокирочном переулке. Нет, ее нет. И там дальше, ближе к улице Радио, была кирха Петра и Павла. Причем так странно сложилось, что Старая Кирха стоит в Новокирочном переулке, а Новая Кирха в Старокирочном. Москвичи решили, что слово кирха как-то не очень правильно произносить. Вот, решили, что кирха, кирка, в общем, одно и то же, в общем. Поэтому переулки, в которых стояли лютеранские кирхи, так и называются, Новокирочный, Старокирочный переулки. Они с правой стороны? Ну, здесь Старокирочный слева, а Новокирочный там дальше справа. Вот. Да. Вот, вкратце, такая небольшая история слободы. Пойдем чуть дальше по улице. Ну, конечно, но прежде всего, сказать, вооружение, как и наши обороны, что это будет обороны международного. Прежде всего, потому что там постоянно, что он пространялся. Вот, смотрите. Спасибо. Спасибо.